Меня зовут Генри Луис Гейтс и я профессор Гарвардского университета. Когда мне было 9 лет, я впервые заинтересовался генетикой. Это случилось в день похорон моего дедушки. Я стоял возле его гроба и не мог понять, почему он такой белый. Спустя 40 лет я нашел ответ благодаря науке, генетике. Ученые проанализировали мою Y-хромосому. Напоминаю, ваш геном включает 23 пары хромосом. Если вы мужчина, то свою Y-хромосому вы унаследовали от вашего отца. Y-хромосома делает мальчика мальчиком или мужчину мужчиной. И аналогично отпечатку пальца. После анализа моей Y-хромосомы, ученые сказали, что мой дедушка был белым человеком, так как и его дедушка тоже был белым. Короче говоря, мой прапрадедушка был ирландцем. Таким образом, у меня есть кое-что называемое гаплотипом Оннейла, который я унаследовал от своего отца, который унаследовал это от своего отца и так далее. Наш гаплотип имеют 8% всех ирландских мужчин. Моим самым дальним чернокожим предком является Джейн Гейтс, которая забеременела от ирландского мужчины, также моего предка. Кроме этого исследована моя митохондриальная ДНК, которая передается всем и мужчинам и женщинам, и мальчикам и девочкам от матери. Она тоже является своего рода генетическим отпечатком пальцев и дает информацию о предках, живших тысячи лет назад. По митохондриальной ДНК известно, что я потомок английской женщины, забеременевшей от чернокожего мужчины во времена рабства. Благодаря третьему тесту на этнический состав, в котором исследуется миллион позиций по всему геному и делается заключение о процентном соотношении африканского, европейского, азиатского или американского происхождения за последние 500 лет, примерно с момента, когда Христофор Колумб впервые нашел новый мир, известно, что я на 50% белый и на 50% чернокожий. Генетика может помочь не только в составлении родословной или семейной истории конкретного человека. Генетика открывает историю всего человечества. 60 тысяч лет назад все наши предки, независимо от того, как вы выглядите сейчас, будь вы азиат или чернокожий, или латино, или белоевропеец, все ваши предки были чернокожими, жившими в Восточной Африке. С позиции генетики это что-то вроде Эдемского сада. Где был Эдемский сад? Он был в Восточной Африке. Человеческое общество развилось именно там. И по пока непонятным причинам 60 тысяч лет назад некоторые из людей решили покинуть Восточную Африку. У вас сейчас есть семьи. И вы знаете, почему люди решают уйти. Два брата могут что-то не поделить или брат с сестрой не переносит друг друга. Кто-то сказал, ну все, я ухожу. И они ушли не только из своей деревни или другого места, где они жили. Они ушли из Африки. Они мигрировали через Средний Восток, потом через Индию, в Юго-Восточную Азию в течение тысяч лет. 20 тысяч лет позже люди мигрировали на север, туда, что сейчас является Европой, и в Юго-Восточную Азию, то, что сейчас является Китаем и Японией. 15 тысяч лет назад наступил ледниковый период. И что же люди сделали? Они покинули северные широты и опять пошли на юг. Когда ледниковый период закончился, они опять стали мигрировать по всему миру. Ну а когда люди живут вместе, они спариваются. А когда люди постоянно спариваются в пределах одной генетической деревни, их потомки имеют одинаковые генетические мутации, передаваемые от отца и матери к ребенку. Таким образом, в наше время существует группу людей, имеющие общие генетические мутации. Производя такой же анализ ваших гаплогрупп, как ученые произвели для меня, мы можем воссоздать историю человечества за последние 60 лет, с момента, как первая группа людей покинула Африку. Я же для себя выяснил, что на стороне матери я потомок английской женщины, а на стороне отца ирландского мужчины.